Всем привет! В этом видео я покажу, что стало с моим портфелем из-за роста курса доллара, скажу, что я буду делать дальше и как теперь буду инвестировать на американский рынок с учетом того, что доллар вырос с 60 до 75 рублей за штуку. Во-первых, обратите внимание, что доллар вырос куда сильнее, чем упали американские акции. У меня в рублях сейчас баланс больше, чем был вот тут вот на пике акций. Это очень интересно наблюдать, но я записываю это видео в понедельник, 9 марта. По Москве сейчас 11.50 утра. Московская биржа открывается только завтра. Американская биржа открывается сегодня вечером и мы не можем отследить динамику курса акций, поэтому я взял сейчас за основу те акции, тот курс акций, который есть на момент до открытия биржи. В момент открытия биржи я не знаю, что произойдет. Может быть, акции рухнут там сразу на 10%, баланс сразу просядет. Может быть, они, не знаю, восстановятся и баланс будет просто невероятно большим. Я не знаю, что будет, поэтому считаем по текущему курсу акций, а дальше уже будем, соответственно, смотреть, что будет с динамикой фондового рынка. Но при условии сохранения текущего курса акций и роста доллара у меня баланс выглядит следующим образом. Вот это мой инвестпортфель в данный момент. Я не менял еще отметку курса доллара. Недавно курс доллара был 61,62 и портфель мой был не такой большой. Однако он был чуть больше с учетом того, что акции не упали. Здесь, соответственно, акции по текущему курсу, они там просели на процентов 10-15, они, соответственно, просевшие это все учтено. Но вот недавно баланс у меня был совсем небольшой, и я радовался, когда курс доллара вырос до 68, потому как это не очень сильный рост. Покупать доллар по 68 это не очень дорого, однако баланс хорошо восстановился, я по факту ничего не потерял в рублях. Однако теперь курс, давайте возьмем текущий курс доллара, он у нас 74,24. Текущий курс доллара 74,24. И обратите внимание, что инвестировал я суммарно 9 миллионов 180 тысяч рублей в американские, ну не только в американские, в том числе и в российские, но и в американские в том числе акции. И при текущем курсе доллара, и с учетом даже того, что американский рынок с пиков, с максимумов обвалился на текущий момент на 12%, тем не менее я в плюсе на 800 тысяч рублей. Мой баланс более 10 миллионов. Пока что это очень сырые данные, будет видно завтра, что будет происходить с рынком, потому как именно завтра он открывается, я уже дал комментарий по этому поводу, и завтра я покажу более точно в своем инстаграме, что у меня там как с балансом, но тем не менее динамика просто невероятная. Радуюсь я или нет, вопрос. С одной стороны, приятно, что баланс растет, с другой стороны, я теперь буду пополнять баланс по завышенному курсу доллара, что нехорошо. И не смогу насладиться всей прелестью падения фондового рынка, так как я не смогу дешевые акции покупать, потому как мне нужно покупать дорогой доллар. И что я уже говорил, покупаешь ты дешевые доллары и дорогие акции, то же самое, что покупаешь дешевые акции и дорогой доллар. Абсолютно то же самое получается в выражении рублевом. А я считаю именно в рублевом выражении по курсу доллар, с учетом курса доллара при покупке акций. Но все-таки преобладает во мне доля оптимизма, потому как у меня подушка безопасности, часть подушки безопасности была в долларовых активах И она также подросла и курс долларов возросший никак не повлиял на покупательскую способность в долларах Основной части моей подушки безопасности, так как она лежала именно в долларовых активах И я буду ее использовать на дальнейшей просадке курса акций И если акции пойдут еще ниже, я буду покупать их за доллар, который имеется у меня на счету Естественно, я дальше так и продолжу в долгосрочной перспективе покупать доллар и за эти доллары, за этот доллар покупать американские акции, естественно. Я продолжу это делать, если доллар будет стоить еще дороже. Но, естественно, он не будет всегда расти, он не будет всегда стоять на месте, он будет моментами падать. И так как я покупаю не разом все, я покупаю постепенно, усредненно, долгосрочно, равномерно, я в любом случае половину, ровно половину покупок сделаю по завышенному курсу. Это касается и акций, я уже говорил, это применимо к акциям и к доллару Половину я, соответственно, сделаю по завышенным ценам, половину на пониженных ценах Допустим, вот в это время я покупал доллар, я покупал доллар по заниженным ценам относительно текущего курса И вот так вот это долгосрочно работает Мы видим, как динамика на практике показывает это в реальных цифрах портфеля в реальном выражении И ничего страшного не произошло С другой стороны, не произошло ничего позитивного, да, потому как, ну, к сожалению, окей, дешевый доллар у нас уже в прошлом Нефть упала, если нефть вырастет, конечно, рубль будет укрепляться Конечно, доллар будет к рублю стоить дешевле Все сейчас зависит от нефти, но какие-то прогнозы, ожидания по нефти давать, естественно, смысла нет никакого Нефть зависит от... не от нас, а мне нефть зависит, поэтому прогноз сдать какие-то сюда невозможно С этой точки зрения прогнозировать динамику курса доллар к рублю в краткосрочной перспективе невозможно В долгосрочной перспективе все мы с вами прекрасно понимаем, что доллар будет расти Все мы с вами прекрасно понимаем, что экономика США доминирует над экономикой России Мы увидели, ну, тут, кстати, график всего лишь с 2009 года, да Но вы можете в интернете найти с абсолютно любого периода график, там, с 1900-го хоть года И увидеть, как за... там, за 100 лет, допустим, доллар дорожал Динамика там никак не отличается То есть она в долгосрочной перспективе всегда вот такая вот возрастающая И динамика в, там, допустим, периоде последних, ну, десятков лет, не будем уже сотни лет брать Десятков лет, она ничем не отличается от динамики того же 2014 года Моментами стоит, моментами сильно резко растет Потом моментами стоит, или какая-то волтильность вот такая, но в перспективе только рост Это подтверждает история, это говорит статистика Это говорит экономика Посмотрите, что тут на российском рынке происходит И что на американском рынке, какие компании там присутствуют Как наполняется экономика, как развиваются страны и так далее То есть это просто... Это просто несравнимо, и, естественно, инвестирую я вот сюда В основном, частично, чуть-чуть на российском рынке у меня есть активов Я уже говорил, для чего это, ну, а вдруг, а вдруг мы там сверхдержавой Вдруг всех порвем, вдруг экономика будет развиваться невероятными пнепами И так как у нас развивающийся рынок, да, может быть, он будет прирастать куда сильнее, чем американский рынок Когда-нибудь я с этих 10%, которые у меня на России сейчас заработаю, сверх какую-то доходность Вдруг такое будет, ну, на всякий случай у меня оно присутствует Но основной упор я делаю именно на американский рынок Объяснял уже почему неоднократно Показал динамику портфеля Более интересно будет посмотреть, что будет завтра С учетом курса акций, когда откроется рынок Об этом я, соответственно, сообщу обязательно в своем инстаграме Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку я оставлю в описании Здесь у меня уже больше 40 тысяч подписчиков Контент здесь я даю ежедневно в сторис Мне его давать просто легче, чем на ютубе, говорил уже неоднократно Ну и напоминаю, перед тем, как закончу данное видео, что инвестирую я на долгосрок для получения дивидендов И обратите внимание, что дивиденды тоже выросли, потому как они у меня платятся в долларах Ну и, соответственно, из-за роста курса доллар дивиденды тоже растут Вот был 68 курс, соответственно, вот такие были дивиденды Ну и стал там 74,2, да? Так, не там, не там пишу 74 и 2 Обратите внимание, дивиденды выросли не очень сильно Но это из-за того, что он сам по себе небольшой Но инвестирую я не так уж и давно Если бы я инвестировал 10 лет, я бы давным-давно уже финансовая независимость достиг Думаю, что в течение нескольких лет те дивиденды, которые я получаю, они вырастут в много раз, во много раз По крайней мере, буду к этому стремиться Именно это у меня цель И именно с этой целью я инвестирую Показываю свои результаты на ютубе и в инстаграме Все ссылки в описании Переходите, подписывайтесь Буду рад видеть вас в подписчиках на своей странице в инстаграм Ну, также подписывайтесь на ютубе Буду рад видеть вас также и здесь Пишите комментарии, на все вопросы я постараюсь ответить Не всегда есть время и возможность Но тем не менее, особенно если какой-то вопрос интересный Я постараюсь найти время для того, чтобы дать ответ Всем спасибо, всем удачи, всем пока